Рад вас всех видеть, спасибо, что пришли. Я в двух словах расскажу вначале про себя, про нас. Меня зовут Александр Орлов, я из Питера. Коллега, который на меня немного похож на экране, зовут Слава Панкратов, он из Киева. Мы родом из IT-отрасли, то есть мы работали программистами, потом тестировщиками, потом менеджерами команд. И я так по-хорошему поработал в двух компаниях, это по контракту Sun Microsystems и в питерском Интеле, я был менеджером команды 4 года. Вот у коллеги своя история, он дошел до того, что был директором киевского Яндекса, был директором технологии Яндекс Украина когда-то, потом был директором по обучению Люксофт Украина. И так получилось, что в году 2008 мы совершенно независимо занялись обучением. То есть я еще работаю в Интеле, начал вести какие-то корпоративные тренинги внутри, и меня что-то это сильно захватило. А так коллега начал вести тренинги по тестированию, его вот это сильно захватило. И в 2010 году мы уже сильно захватили друг друга и вот решили сделать такую компанию Стратоплан, чтобы учить тому, что мы считаем правильным, интересным и верным. И вот всем этим, то есть тренинги там управления командой, коммуникации конструктивные, работа с заказчиком, вот всем этим мы занимаемся, получается, уже почти 10 лет. И суммарно от наших рук пострадало где-то, наверное, тысяч 6 людей на живых тренингах, порядка 15 тысяч в дистанционном обучении. Я к чему все это рассказываю? К тому, что я вообще не психолог и не психотерапевт. Вот. Но тема, про которую мы сегодня будем говорить, она в себе содержит довольно большую такую психологическую составляющую. И вопрос, который у меня был к аудитории, есть ли здесь врачи по образованию? Коллеги, нету, да? Ну, я тогда могу лепить все, что угодно, да? Некому будет меня опровергнуть, это замечательно. Но на самом деле, действительно, тема содержит в себе какую-то науку, большое количество исследований, и я буду говорить простыми словами, как я сам в этом разобрался. То есть без каких-то психологизмов, как я это сам для себя понял, чтобы вы это могли как-то примерить на себя, что ли. Как я вообще столкнулся с темой профвогорания? Мы с моим коллегой в конце 2014 года решили запустить новую годовую программу обучения менеджеров, онлайн, естественно. Все придумали, там у нас такие темы, сякие темы. Но довольно быстро стало понятно, что надо как-то людей протестировать, потому что люди все разные. У всех разные психотипы, у всех разные мотивационные факторы, все приходят в разном состоянии, и как-то надо это учитывать и в начале, и в процессе обучения. Нельзя всех учить как бы одному и тому же, и вот одинаково. И мы с этой целью решили провести небольшое тестирование. То есть мы каждого человека заставили пройти два теста. Один тест на психотип по диск, второй тест на профориентацию. Еще написать эссе. «С какой целью вы к нам пришли? Зачем вы нам отдали столько денег? И чему вы хотите научиться? И для чего главное?» И так получилось, что первые 500 результатов я лично просмотрел. То есть я прочитал эти эссе, просмотрел результаты тестов. Я там на две недели пропал из жизни совсем. То есть жена начала подшучивать, что я напоминаю учительницу младших классов. Я сижу там и домашки проверяю. Но это было довольно познавательно. Тест на психотип, он простой, а тест на профориентацию был интересный. Это тест MMPI. Психологи с ним хорошо знакомы обычно. Это разработка Массачусетского университета. И в этом тесте 590 вопросов. Она была такая старая реализация под ДОС, еще такая, знаете, из советских времен. Синий экран, такая старая школа. Я поностальгировал тогда, я помню. Почему 590 вопросов? Потому что тест содержит в себе какие-то шкалы перепроверки, перевалидации, чтобы ты сам себе не наврал. То есть там одни и те же вещи спрашиваются немножко в разных формах, задаются одни и те же вопросы. И ты можешь этот тест проходить, это занимает обычно часа 2. То есть люди проходят 2 часа тест, потом им говорят, вы знаете, ваши результаты невалидны. Человек такой, подождите, как же так? Я только что 2 часа своей жизни потратил на этот тест, почему же невалидны? Дай-ка пройду еще раз. У нас был человек, который прошел 7 раз этот тест. Очень упорный молодой человек. Написал потом, естественно, письмо с мутюгами, что вы издеваетесь, как же так, ай-яй-яй. Мы-то нигде не говорили, что надо проходить его подряд. Невалидны, невалидны, присылай, какие есть результаты, какая разница. Но в чем смысл? Смысл в том, что этот тест в конце концов выдает некую картину. Мы брали только одну часть, некие склонности к человеку, к тому или иному виду деятельности. То есть, например, вот такая картина есть, из которой видно, что у человека, например, есть склонность к военной службе. Тут нужно толкование некоторое, потому что склонность к военной службе не означает, что ему надо идти служить в армию. Это означает, что ему будет очень комфортно работать в каких-то компаниях, структурах с формальной структурой подчинения. С какими-то инструкциями, прописанными четко. С четким разграничением ответственности. Вот там ему, это прям его. Или, например, экспедиция. Вот там 9,5. Это не значит, что ему надо с рюкзаком все время ходить. Это значит, что ему перед началом проекта хорошо бы понимать полную раскладку рюкзака. Что понадобится, в каком порядке. И когда он все это понимает, он вписывается, работает в полную силу. Ему там замечательный комфорт. А вот, например, с обслуживанием у него не очень. То есть его на общение с клиентами ставить не нужно. Или там с чем-то еще, с искусством. То есть вот где там нужно что-то творить, это тоже не его. Ну какая-то, в общем, некая картина, да? То есть вот показывающая склонность к человеку к тому или иному виду деятельности. Так вот оказалось, что у некоторых студентов наших, которые работают руководителями, менеджерами, у них картина была следующая. То есть на вопрос, к чему у тебя есть склонность, организм говорил, знаешь, у меня ни к чему нет склонности, можно я вот еще тут немножко попрограммирую вот здесь вот и сдохну наконец. Это обычно невалидный был результат, но картина была удручающая. Как вы думаете, у скольких людей, у какого процента была вот такая картина? На самом деле, у 60%. То есть из 500 человек, которые пришли к нам учиться, 60% оказались, ну то, что мы называем, в нересурсном состоянии. То есть человек где-то задолбался на работе. У меня даже появилась гипотеза, как они к нам-то приходят. У нас же нигде не было написано, если вы задолбались, приходите в стратоплан, да? Ну не было у нас такого рекламного слогана. Может быть, кстати, зря. Мне кажется, люди рассуждали таким образом. Я задолбался что-то, как-то мне все плохо, удовольствия нет. Почему? Потому что я давно не учился. Вот раньше я учился, и у меня все колосилось. И я был молодой, и трава зеленая, и девчонки были красивые. А вот сейчас как-то я не учусь, и все, и все по-другому. Так, надо получить стратоплан, какие у вас там курсы, давайте. Вот и к нам приходят. Вопрос, может ли человек в таком состоянии учиться? Очень тяжело. Очень тяжело, когда ты задолбался на работе, еще и учиться. И мы, людей начали отправлять в отпуск. Мы прям говорили, мы вам сейчас курсы не дадим. Как не дадите? Не дадим. Вот скажите, вы когда последний раз отдыхали? Некоторые в ответ писали, откуда вы знаете. Ну потому что я выяснял, что человек там три года без отпусков, выпускал релизы, там, значит, сплошной очередой. Мы начали просто их в отпуска, значит, какие-то делают программы про ресурсность, там и так далее. Я когда все это увидел, я вспомнил, честно говоря, себя в Интеле. Вот прям предстал у себя перед глазами. Там, знаете, как у меня рабочий день складывался? Да, тоже из Интела. А, нет, вы можете и коллегам, да? Я думал, у меня. Как складывался мой рабочий день? Приходишь на работу, открываешь Outlook, тебя там уже ждут. Не знаю, коллеги, есть кто-то, кто, приходя на работу, тоже сразу открывает почту? Ну вот, да, спасибо. Ну вот, и открываешь почту, там уже, значит, заокеанские коллеги поработали, пока ты спал. Новосибирские коллеги проснулись на несколько часов раньше, специально для тебя написали несколько писем. Ты открываешь и начнешь читать, там, придираешься сквозь эти дебри, там, все это разгребаешь. Тут к тебе еще, значит, коллеги по офису приходят. Они говорят, о, Саша, хорошо, что ты подошел уже, тут есть пара вопросов, надо обсудить. И в итоге ты весь день, получается, придираешься сквозь такой поток входящих. То есть это там туда, это сюда, к концу дня приходишь домой, такой думаешь, блин, да, все, вот я молодец сегодня, надо какую-то книжку почитать умную. Но сил уже нет. Сил это только посмотреть футбол и лечь спать. Лег спать, с утра приходишь на работу, открываешь Outlook, тебя там уже ждут. И день проходит по такому циклу, такой день сурка, что ли. Я в какой-то момент начал напоминать себе, знаете, такую гигантскую мясорубку, в которую большим потоком входит, поток входящих туда идет, вот из меня таким мелким фаршем вылетают результаты какие-то, вот там что-то делегируется еще. И жизнь идет, а ничего не меняется на самом деле. Только вот моя пропускная способность как мясорубка растет. Какое-то у меня такое обидное сравнение пришло в голову. Я когда вот эту историю с нашими студентами изучал, вот мне пришла в голову какая-то такая примерно, я прям вспомнил себя очень отчетливо. Вот и тогда мы начали впервые смотреть эту тему с ресурсными состояниями, с эмоциональным выгоранием. Оказалось, что тема довольно давно изучается, то есть сам по себе термин эмоционального выгорания был введен американским психологом Гербертом Фрейденбергером в 1974 году аж. То есть с той поры там уже куча моделей разработана, там тема более или менее поисследована. Вот мне глянулась модель немецкого психолога Матиаса Буриша, которая говорит про то, что вот весь этот процесс, он такой происходит, состоит из шести фаз, по сути. То есть мы не сразу так хоп и выгорели, а там есть некоторая симптоматика, то есть он вот так вот происходит достаточно плавно. И первая фаза — это чрезмерное участие, как это ни странно. Когда работа нас увлекает, когда это нам нравится, это тревожный знак. Как бы это странно ни звучало, но это диалектика, понимаете, вот с одной стороны это очень хорошо, с другой стороны это не очень хорошо. Я объясню потом, что происходит на гормональном уровне, как я это понял. Потому что в конце концов наступает некое истощение, мы истощаем какой-то свой внутренний ресурс. И следующая фаза — это деперсонализация. Когда мы настолько устали, что мы себя уже отодвигаем от тех проектов, в которых мы участвуем. То есть хочется, чтобы проект, в котором ты участвуешь, провалился наконец. Потому что тогда твои мучения закончатся. В этот же момент включается цинизм, про то, что люди работают только из-за денег, и вот звучат все вот эти вот фразы, что люди мотивируют, что люди могут только деньги. Это не правда же. Есть хобби, да, ты катаешься на лыжах, тебе за это раз деньги платят на горных? Нет, даже сам платишь иногда деньги. Странная история. Но вот это вторая фаза. Дальше начинаются эмоциональные реакции. Депрессия, агрессия на ровном месте. То есть казалось бы, ничего не происходит, пришли коллеги, ты раз выходишь из себя. Ты начинаешь там либо диково пить, либо тебе наоборот все раз, и вообще перестал чего бы ты ни было хотеть. То есть сидишь, и вроде надо что-то сделать, на конференцию сходить, а сил нет. Ну потому что такая вот какая-то депрессия образовалась. Ну и дальше начинается деструктивное поведение, вылезает психосоматика, да и возникает какое-то ощущение бессмысленности жизни. Такая вот безрадостная картина. Возвращаясь к тому, что мы делали с нашими студентами. Мы, конечно, тут достали наши эти инструменты, там матрицы 2 на 2 мы очень любим. Почему 2 на 2, вы же знаете, да? Потому что для многих менеджеров 3 на 3 уже сложновато, а 2 на 2 прям отлично заходит. Но мы сами были менеджерами, поэтому это наш формат. Наш формат инструментов. Матрица 2 на 2, 3 кружочка, вот все на пальцах объяснить. То есть мы начали говорить там про матрица, интерес, компетентность, как там люди движутся, что у них происходит. Какие-то были вопросы для обсуждения целей и так далее. И все это было достаточно весело и энергично, пока я сам себя не обнаружил примерно вот здесь. Это было довольно неожиданно, я вам хочу сказать. Потому что, ну, как это получилось? Мы когда начали работать, мы запускали разные образовательные проекты. И там первый проект ты запускаешь кучу энтузиазма, кучу идей, второй проект, третий, пятый. А на 140-м как-то вот энтузиазм-то и приспал. Я не шучу, их реально было там больше 140, то есть каждый месяц мы делали запуски каких-то образовательных проектов несколько лет подряд. Иногда чаще. В разных форматах что-то менялось. Но в общем и целом я поймал себя на мысль, что я нахожусь где-то вот здесь. В чем это выражалось? У меня не было никаких хобби. Я себя поймал на том, что мне неинтересно заниматься работой. Мне гораздо интереснее стало заниматься семьей. У меня трое детей, трое пацанов. И мне, например, гораздо было интереснее поехать на футбольный турнир со средним ребенком, чем сидеть и планировать запуск какого-то годовой программы обучения для менеджеров. Ну потому что там футбол детский, там страсть, там энергия, там жизнь. Знаете, такое ощущение возникло, что вот это настоящее. А вот на работе все вот эти курсы, тренинги, вебинары, ну это, конечно, все приносит деньги, но это не настоящее. Вот такое возникло ощущение дурацкое. И поймав себя на этом, давайте здесь зафиксируемся, в какой-то момент я себя там обнаружил. А на самом деле есть симптоматика у этого состояния. Я сейчас чуть позже расскажу, что было дальше, и как ситуация развивалась, и к чему я пришел сейчас. Есть симптоматика. Вот, например, Дмитрий Ковпак, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, он говорит, что классическими симптомами профессионального выгорания является следующее. Это шапоголизм. То есть когда работа не приносит удовольствия, мы начинаем искать то, что нам приносит удовольствие. Какие-то покупки внезапные. Пошел там, не знаю, обновил машину. Вот раз, хоп, у тебя как-то уже и пободрее жизнь пошла. В работе ничего не изменилось, эффекта хватит ненадолго, но мы продолжаем покупать какие-то вещи там фирменные, что-то еще такое. Кто-то начинает заедать проблемы. Да, ну и дальше понеслась. Алкоголь, промескуитет, то есть случайные половые связи, наркотики, экстремальное развлечение, громания и, как ни странно, уход в работу. Можно взять все, да-да-да. Что мне делать, я у себя все обнаружил. В той или иной степени я у себя действительно много из этого обнаруживал. Причем алкоголь, это же не обязательно запои. У всех, наверное, по-разному. Но часто это просто приходишь домой, думаешь, что хороший вечер, почему бы не налить себе виски. И, значит, пытаешься работать еще в этом состоянии, смотреть футбол, потом снова работать. И у тебя так постепенно жизнь как-то и проистекает. Это все симптомы. И есть разница. Разница между усталостью и астенией. То, что психологи называют астенией. Тут большая табличка, ее не надо читать. Все достаточно просто. Усталость — это то, что проходит после отпуска. Астения — это то, что не проходит. То есть если ты задолбался на работе, сходил в отпуск, и это не помогло, значит, это была не усталость. Скорее всего, ты уже достиг какой-то степени вот этого самого выгорания. Копаясь дальше, обнаружилась интересная история, что, оказывается, у человека есть разные гормоны, отвечающие за удовольствие, отвечающие за счастье. Этих гормонов сколько? Этих гормонов, совершенно верно, пять. Может быть, кто-то их назовет. Давайте назовем. Дофамин, адреналин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Гормон, который отвечает за удовольствие от работы, за мотивацию. Это какой? Это дофамин. Совершенно верно. И дальше сейчас будет псевдонаучная история. Когда работа нас очень сильно увлекает, у нас вырабатывается большое количество дофамина. И это нам сильно нравится. Но нюанс заключается в том, что на каждой из этих гормонов мы должны тратить какое-то время, чтобы жизнь была более-менее гармоничной. Разные активности приводят к выработке того или иного гормона. И чтобы была гармония в организме, мы должны на это тратить некое время. Но когда нас увлекает работа, у нас начинает вырабатываться очень много дофамина. То есть у нас происходит вот такой небольшой перекос. В погоне за этим дофамином мы начинаем на то, что нам приносит удовольствие, тратить все больше и больше времени. Не знаю, бывало ли у вас такое, что работа вас увлекала, и вы по 12 часов в день на ней проводили. У меня такое было неоднократно. В том же самом Интеле, когда мы начинали тестировать наш первый проект, я оставался ночами, по вечерам, какие-то тестовые свиты прикручивал. Меня никто не доплачивал, мне просто, извините, плюрло. И это вот ровно вот эта история. То есть ты на это начинаешь тратить больше времени, и у тебя становится еще больше дофамина. Но особенность в том, что чувствительность вот этих, не знаю, дофаминовых рецепторов, или что там это вырабатывает, она снижается. Именно поэтому первый проект приносит удовольствие, второй, а 140-й уже не приносит. Потому что происходит эффект привыкания. Происходит эффект привыкания. Да, вот он происходит. То есть у нас примерно вот такая картина. И в конце концов так получается, что мы продолжаем тратить кучу времени туда, что раньше нам приносило удовольствие, а удовольствия уже нет. А на все остальное мы время по-прежнему не тратим. В итоге вот такая вот странная картина происходит. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем отсутствие удовольствия компенсировать. Слава богу, в современном мире есть очень много компенсаторов удовольствий. Сериалы, где мы смотрим чужую жизнь, это очень интересно, очень захватывающе. Я сам люблю смотреть. Это, к сожалению, не решает проблему. Полистать в социальные сети, опять же посмотреть на чужую жизнь со стороны, как там у кого что происходит, алкоголь, кофе, шипов. Все эти симптомы здесь включаются. И по-хорошему схема восстановления, которую рекомендуют, она должна быть другая. То есть нам надо в каждом направлении начать что-то делать. Здесь нам нужно отдохнуть, найти какую-то новую цель. Здесь нам нужно заниматься какими-то волнующими активностями, полеты в аэротрубе, все, что там вырабатывает адреналин. Свежие прогулки, достаточно сна, отдых, силовые упражнения секс. Вот окситоцин — это интересная история. Психологи говорят, что окситоцин вырабатывается, когда мы взаимодействуем с приятными нам образами. Если у вас было такое, что вы посидели с бывшими одногруппниками, попили пиво, и такое ощущение, что ты помолодел. Ну, как-то так пообщался, нам вспомнили было, это произошла выработка окситоцина. И по-хорошему, должна быть некая гармоничная картина. Вернусь к своей истории. Я обнаружил, что мне совершенно неинтересно заниматься работой. То есть все, меня это вообще не волнует. Я трачу больше времени на семью. Слава богу, у меня есть бизнес-партнер, который такой же наблюдательный, как и я. Он это заметил, говорит, Саш, похоже, работа не приносит тебе удовольствия. Верное замечание, коллега. Он говорит, это, говорит, очень плохо. Давайте с этим что-то делать. Вот я предлагаю тебе уйти в отпуск на год. Ну, все равно ты работаешь мало, толку от тебя особо нету. Давай мы тебя на год отправим в отпуск. Это называется sabbatical. Вот в англоязычной терминологии. Когда профессор университета раз в семь лет может взять длительный творческий отпуск. Месяца на три. Вот он там читает книжки, какие-то исследования проводит и возвращается с новыми силами на работу. И вот коллега говорит, Саша, иди в отпуск на год. Ты вернешься в новый, обновленный полный сил, а я, может быть, тоже потом уйду в отпуск на год. А пока тебя не будет, я тут поработаю. Доходы, как и прежде, пополам. То есть замечательно. Такое предложение. Как вы думаете, принял ли я его? Конечно же принял. Но мне такие предложения никто не делал. Год отдохнуть, я думаю, да, это прям здорово. У меня была гипотеза. Гипотеза, что если я буду год ничего не делать, работать, отдыхать, провести время с детьми, читать умные книжки, менять контекст, ездить по разным городам и странам, то мне сам собой придет ответ, что делать дальше. Ну, как бы я отдохну, восстановлюсь, и станет понятно. И вот я начал читать книжки. Я прочитал, наконец, Носима Талиба с антихрупкостью, толстую книжку. Мы съездили там на юг, потом мы съездили в Лондон на недельку, потом со старшими пацанами я съездил на запуск космического корабля на Байконур. И вот прошло 8 месяцев с Аббатикова, ответ не пришел. И я даже начал ловить себя на том, что мне очень нравится отдыхать. Хотя, к сожалению, партнер мне не сделал предложение отдохнуть до конца жизни, он мне сделал только на год. Я понял, что сейчас вот еще 4 месяца пройдет, и я вернусь вот на ту же работу, от которой меня тошнило. И что делать-то? Непонятно. Еще и он уйдет отдыхать, я там совсем умру. Я прям помню этот момент, что стоишь на смотровой площадке на Байконуре, улетает космический корабль, такая бочка керосина грохочущая, куда-то куда-то в ночь улетает. И знаешь, ты думаешь, блин, вот люди в космос летают. Орлов, а вот ты чем будешь заниматься? Вот ты чем будешь заниматься? И ответа нет. Это такая грустная история, на самом деле. И я понял, что мне что-то не хватает. Мне не хватает, наверное, какой-то цели. Потому что, например, наш уже отечественный психолог Наталья Водопьянова, это не надо все читать, она говорит, что из факторов профессионального выгорания или эмоционального выгорания, один из них — это размытость личных целей и ценностей. Вот непонятно, куда ты хочешь идти. Я думаю, так, если цели непонятны, надо что сделать, надо пойти к коучу. Правильно? Если сам цель не можешь найти, надо обратиться к специалисту. Я пошел к нашему партнеру, Филиппу Гузенюку, с которым мы делали раньше программу про ресурсность. Говорю, Филипп, вот так и так, такая история, все плохо, ничего непонятно. Он говорит, ну, типичная картина. У меня такое у каждого клиента. Все собственники компании, они рано или поздно до этого состояния себя доводят, поэтому ты молодец. Вот как с этим можно работать. Есть четыре пути, как искать свою цель, свой смысл какой-то дальнейший. Четыре пути. Первое — это вспомнить свои детские мечты. Кем ты мечтал быть? Я начал вспоминать, вспомнил, что я мечтал быть сыщиком, как бы это вообще не помню, или космонавтом. Говорит, ну смотри, вот у меня один знакомый, он, допустим, тоже пришел в таком состоянии, мы начали выяснять, он, например, хотел быть... Мы начали вообще выяснять про его семью что-то, кто там был для него премьером. И выяснилось, что для него премьером был его собственный дед. А дед у него был капитаном дальнего плавания. И вот, говорит, мы с ним перестроили немножко его мир, что ли. Он владелец директор компании, и мы представили, что он капитан корабля. Он начал вести бортовой журнал. Он там начал чехвостить боцмана какого-то, видимо, замдиректора, я не знаю. И у него, говорит, как-то перевернулось все. Это он начал получать удовольствие. Это он в этом открыл для себя энергию. И говорит, второй у меня знакомый, тоже владелец компании, он мечтал бы всю жизнь быть пилотом. Я когда его спросил, а почему пилотом, он говорит, ну как, это же круто, потому что ты сидишь за штурвалом, а за тобой 150 человек, а у тебя зависит их жизнь. И мы поняли, что на самом деле так оно и происходит. У него 150 человек в компании, вот он за штурвалом. Мы перестроили, он в этом открыл для себя энергию. Окей, ладно, понятно, что там еще. Он говорит, вторая история, говорит, это история силы. То есть вспомнив моменты в жизни, когда вот у тебя прямо было много-много энергии. Я начал вспоминать, там, когда мне зарплату повышали в два раза, когда я на Всероссийскую по математике прошел. Ну, какие-то такие странные моменты были. Он говорит, что там еще есть? Он говорит, еще есть работа с тенью, говорит, это вот то, что тебя не устраивает, то, что вызывает какие-то сильно негативные эмоции, можем с этим поработать. И четвертая история, говорит, это зов. Вот если мы начнем работать, обычно начинают появляться какие-то знаки. Вот как в Алисе в Стране Чудес. Помните, там кролик куда-то побежал, и Алиса за ним в нору. Вот это такой зов. То есть будут вылезать какие-то бывшие коллеги, какие-то предлагать проекты, что-то еще. И ты вот эти знаки лови и пытайся понять, что твое, что не твое. Короче говоря, я не буду это долго все рассказывать, мы с Филиппом начали встречаться где-то раз в две недели, пили чай. Это продолжалось месяца два с половиной. И в конце концов я, кажется, понял, чем я дальше хочу заниматься. То есть там и зов включился уже, то есть там и коллеги начали бывшие вылезать с проектами, там что-то еще. Я там чуть не вписался в один проект, инвестировал в другой проект. Но в общем и целом я пришел к пониманию какой-то своей миссии, что ли. И миссия у меня сформулировалась таким образом. Я понял, что мне нравится делать интересные, полезные людям проекты в режиме пиратских набегов. То есть не так, что сидишь и там пять лет точишь какой-то, значит, мега-сервис. А вот собраться быстро, что-то такое, значит, спроектировать, запустить, чтобы люди сказали спасибо, восхитились, дали за это много денег, это прямо вот мое. Ну и им дали денег, потому что им это полезно, понимаете. А потом надо и что-то новое такое, какой-то новый пиратский набег планировать. И у меня прям эта миссия четко зафиксировалась. И в тот момент, когда оно у меня вот так как-то ярко появилось, в этот момент наша компания чуть не перестала существовать как компания. Как так вышло? Я сейчас объясню. Мы поехали на конференцию в Америку с моим бизнес-партнером как-то обогатиться новыми идеями. И партнер начал ими обогащаться как-то, Слава, и у него начали появляться всякие мысли. В какой-то момент он приходит, говорит, Саша, я все понял, я понял, что нам надо делать. Говорит так, он говорит, нам надо купить франшизу по вывозу мусора в Америке. Я сижу, понимаете, у меня миссия, да? Прикольные, полезные людям вещи в режиме пиратских набегов, очень красивая. А тут франшиза по вывозу мусора. Говорю, Слав, наверное, нет. Он там расстраивается, что я не поддерживаю. Говорит, ну я там как-то там, давай посчитаем. Он говорит, да, давай посчитаем. Он ходит, возвращается на что-нибудь, говорит, да, что-то я посчитал, какая-то идея тухлая. Но у меня, говорит, новая идея. Я все понял. Нам надо делать обложки для антикварных книг. Что? Какие обложки? Зачем? И так четыре дня подряд. Я понимаю, что у меня, знаете, ощущение, что вот я только что свою миссию-то определил при помощи колочей, меня куда-то начинают тянуть. А я туда, ну не хочу тянуться, это вот прям вообще не мое. Ну и когда-то меня сказал, говорит, Саш, я что-то не предложу, тебе ничего не нравится, тебе ничего не надо. Ты вообще зачем в собатиков свой ходил? Ну и дальше там у нас начались всякие горячие обсуждения. Мы приняли решение разойтись. От коллега привел вот меня в Южную Гипрессию и сказал, что нет, давай все-таки обсудим. Мы обсудили, и в итоге мы остались вместе. Но основная мысль вот в чем. Понимание своей цели или своей миссии, вот как я выяснил, для меня недостаточно. Почему? Потому что то, что довело меня до какого-то вот этого выгорания, это на самом деле часть меня. Это тот способ, которым я мыслю, это тот способ, которым я действую, живу, общаюсь. Это что-то внутри меня. Понимаете? Если брать какую-то метафору, вот, можем взять, допустим, бег за каким-то призом, да? И я за этими призами в течение жизни как-то бегаю. Может быть, как-то там скособочность, там очень криво, у меня там одна нога короче другой, но я как-то за ними бегаю. И проблема-то не в том, что у меня нет нового приза. Проблема в том, что я бегаю криво. Понимаете? А когда ты приходишь к коучу с запросом, знаешь, давай сформулируй мне новую цель. Он говорит, цель не вопрос. Бегаешь криво, хрен с ним. Значит, цель, беги туда. И ты, значит, туда заковылял. А проблема не в этом. Проблема в том, что ты мыслишь немножко странным образом. И вот то, как мыслил я, например, почему, казалось бы, да, вот приходит бизнес-партнер, говорит, давай купим франшизу по ВУЗу мусора, чего там плохого? Зачем расходиться? Не очень понятно. Оказывается, до этого у меня накопилось довольно много претензий, что ли, к партнеру. И потому что у меня был такой способ мысли, да, он очень такой партнерский, что ли, да. Я считал, что если меня что-то не устраивает в его поведении, я все равно должен пойти ему навстречу. Потому что это мой бизнес-партнер. Значит, ты немножко на себя наступаешь, идешь ему навстречу, поддерживаешь. Второй раз, третий раз, четвертый, пятый, на 150 раз, какие мысли возникают? Ну, нахрен. Это все вот не стоит того, чтобы вот так вот на себя наступать. Вот мне-то я прихожу, говорю, Слав, давай разойдемся. Он говорит, как? Для него это неожиданно. Потому что это мой способ мысли, это мой способ поведения, мой способ коммуникации, которым я живу. И мы прекрасно с таким способом существовали 7 лет, там три раза чуть не разошлись, но тем не менее. И я понял, что на самом деле проблема чуть глубже. И голова устроена довольно странным образом. Вот в ней в одиночку прям довольно тяжело разобраться. Правда. И вот в этот момент я уже пошел к настоящему прям психотерапевту. И это было прям очень полезно. То есть это, наверное, одно из самых худших вложений денег в моей жизни. То есть первые пять встреч я выходил с какими-то мощными инсайтами. Знаете, мозг разворачивался. Я говорю, елки-пак, как же так? Да ну ладно. Я взрослый вроде бы дядька, у меня 40 лет, но все равно у меня происходили какие-то инсайты. И я могу сказать, что сейчас, раз в неделю, раз в две недели мы с ним встречаемся, на час просто общаемся. Это прям очень сильно помогает. И бизнес стал гораздо лучше идти, и ощущение стало гораздо больше. И энергия вернулась. Я даже не понял, в какой момент. То есть в какой-то момент после саббатика, вот этого годового отпуска, энергии не появилось. Потом что-то мы поговорили, поговорили, и меня переключило. И прямо сейчас я с большим удовольствием занимаюсь тем, чем мы занимаемся. Я остался в той же компании, мы занимаемся очень похожими вещами. Но, видимо, что-то в голове очень сильно изменилось. Приходя к советам. Что я мог бы посоветовать, не знаю, вот из всей этой печальной или, наоборот, веселой личной истории. Первый совет. Я бы, конечно, если вы себя ловите на том, что вам работа не доставляет удовольствия, как это ни странно, я бы начал не с работы. Я бы начал с компенсаторов, которыми мы компенсируем, компенсаторов, которыми мы компенсируем, боже мой, с вещей, которыми мы компенсируем, недостаток дофамина. Это соцсети, это сериалы, это, как ни странно, кофе и все остальные вот эти вот истории. Ну, по поводу кофе, у меня прям мое открытие последнего месяца. Я 15 лет подряд пил кофе по 5-6 чашек в день. И это как бы не значит, что делать, выпей кофе. Это такой у меня был принцип жизненный. И я перестал пить в течение двух недель. И прям энергии стало значительно больше. Не знаю, как это работает, но это вот точно работает. Низкая информационная диета. Потому что гормоны удовольствия — это хорошо, есть еще гормоны стресса, кортизол. И он возникает, когда мы в том числе смотрим новости. Как-то у нас новости обычно не про позитив, только чуть-чуть про позитив. А в остальном это там где-то кого-то убили, что-то взорвалось. Вот тут появляется состояние выученной беспомощности, появляется вот этот самый кортизол, который тоже никак не способствует. Третий совет — не читать почту по утрам. Я вот этим делом бросил заниматься лет 10 назад. Всем советую, прям рекомендую. Поверьте, ничто не развалится. Вот если будет нужно, люди позвонят. То есть можно прям либо дома не читать ее, почитать какую-нибудь умную статью. Потому что утром всегда энергии больше, вечером ее никогда нет. Поэтому с утра что-то поделал полезное для себя, можно уже и почитать почту. Может быть, там какие-то вопросы уже и рассосались. Не забывать отдыхать, думать, что вы действительно хотите. И важный момент — разбираться в том, как устроена твоя голова. Ниона заключается в том, что, чтобы в этом разобраться, очень тяжело это сделать в одиночку. Потому что тяжело быть одновременно и объектом исследования, и субъектом исследования. Понимаете? Вещи, к которым мы привыкли, мы за собой часто не замечаем. И вот то, что я обнаружил, то, что специалист — это на самом деле такое зеркало. Он просто сидит и говорит, Саш, вот тут ты что-то напрягся, вот тут тебе изменился тон голоса. Он ничего не делает, он просто тебе вот как бы со стороны показывает, что происходит. А ты сам потом все это доосмысливаешь. И в этом его польза, на самом деле. И стоит это, если уж говорить о деньгах, это стоит гораздо дешевле, чем топовые коучи. Меня недавно спросили, я выступал на какой-то конференции, говорят, Александр, расскажите про главные навыки управленца. Я вот когда лет 8 назад начинал тренерскую карьеру, какие, как вы думаете, главные навыки излагал? Умение работать с людьми, коммуникации конструктивные, то, сё, умение наводить прозрачность своей работы, планирование. Мне кажется, вот сейчас, по прошествии какого-то времени, когда я со студентами все эти ситуации прожил, когда сам прожил, мне кажется, главные навыки в другом. Первый навык в том, чтобы соблюдать баланс. Не увлекаться работой слишком сильно, даже если она очень сильно увлекает. Потому что если увлечешься, это такая опасная грань, придя к которой, потом уже очень тяжело возвращаться. Вторая история, это находить смысл в том, что ты делаешь. И третья, это проосознанность. Я раньше этот термин воспринимал, знаете, как такой психологический булшит. Осознанность, mindfulness. Что? Осознанность — это понимание того, что с тобой происходит, почему ты испытываешь те или иные эмоции, почему у тебя приходят в голову именно такие мысли, а не другие. Почему тебе сейчас захочется спросить вот такой вопрос, а не такой. И когда ты понимаешь, а это корнями иногда уходит в детство, там куда-то еще, то возникает возможность, что ли, да, это исправить или научиться этим жить. Друзья, несколько дополнительных материалов. Первый — это управленческие инструменты, наш бесплатный курс. По-моему, там прям на этой страничке, даже без регистрации, можно зайти посмотреть. Там как раз есть матрица 2 на 2, вот вопросы для обсуждения целей. Это можно применять и к себе, и к своим сотрудникам, и можно с этого, наверное, начать. Кроме этого, есть несколько статей, которые я писал. Это половина той истории, которую я с вами сегодня делился. Как раз она заканчивается на понимании своей миссии. И два неплохих видео, которые мне понравились. Это Дмитрий Ковпак, президент Ассоциации когнитивно-поединической психотерапии, про синдром эмоционального выгорания. И Константин Волков, он как раз не психолог, он программист, который работал директором завода, про то, что происходило у него. У него как раз очень неплохо было изложено про гормоны. Подводя итог, коллеги, год отпуска не нужен. Не знаю, может быть, это печальная мысль, или какое-то печальное завершение. Но это вот то, к чему я пришел. То есть, если бы сейчас у меня была возможность повторить, я бы на год в отпуск не уходил. Или изменил бы точный его формат. Потому что в этом нет никакого смысла. Ответ находится не в отпуске, а ответ находится в том, как мы думаем, как устроена наша голова. Все, спасибо. Это все, чем я хотел с вами поделиться, друзья. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, коллеги, вопросы. Я не буду спрашивать про негростреарный дофаминовый путь. Не буду. Кто хочет задать вопросы, тебе нужно будет выбрать лучший вопрос. Сможешь? Я постараюсь. Окей. Ткнуть пальцем, спросили там примерно про то-то. Мы найдем. Окей. Здрасте. Спасибо за доклад. Очень интересно. Вопрос. Куда делась ваша вот эта цель заниматься короткими проектами, пиратскими набегами? Во что она трансформировалась или куда она вообще… Она никуда не делась. Просто я обнаружил, что формулировка этой цели, она не помогает тебе, не всегда что ли, помогает получать удовольствие от работы. Потому что помимо этой цели еще есть то, как ты живешь, то, как ты к ней движешься. И то, как ты живешь, тебе вот сам этот процесс, если ты неправильно туда идешь, он вот от этого тебя может начать подташнивать. То есть мне оно до сих пор нравится. Хотя моему коллеге его отслову пиратский набег его все время так это подергивает, потому что он как раз хочет выстроить какую-то систему все. А мне оно очень нравится. То есть я в таком формате стараюсь жить. Коллеги, еще вопросы? Прошу вас. Большое спасибо за этот прекрасный доклад. Тут. А тут это где? Вверху, слева. А, все, вижу, вижу, да. Спасибо. Тоже вопрос про пиратские набеги. Не могли бы вы подробнее рассказать, как вы их устраивали, как грабили караваны? Ну, достаточно просто, на самом деле. То есть у нас запуск какого-то образовательного проекта раньше редко занимал там... Ну, это был очень быстрый процесс. То есть мы собрались с коллегой, там, не знаю, я его вез, допустим, в Питере в аэропорт. Мы заехали на заправку Shell попить кофе. Говорю, слушай, а давай мы запустим не одну программу, а десять параллельно. Говорит, давай. Говорим, давай темы накидаем. Мы набросали темы, на следующий день мы уже договорились со спикерами, и на следующей неделе у нас уже появились анонсы всех этих программ. То есть мы уже начали там их более-менее запускать. Это очень быстрый такой процесс, что ли. То есть это не многолетняя подготовка, не многомесячная, а это именно вот такая быстрая подготовка, при этом полезного продукта. Вот как-то так это происходило обычно. Коллеги, следующий вопрос. Прошу вас. Добрый день. Спасибо за доклад. А вот вы показывали такой интересный график, где была симптоматика, там шесть признаков, и на какой вы стадии находитесь. То есть вверху вот как раз вот эта стадия подъема такая, когда ты в тонусе работаешь, очень похоже на описание состояния потока. Секундочку, коллеги, прямо сейчас здесь будет вручение призов. Разбегаться не надо. Прошу прощения, еще раз продолжай. Да, ничего страшного. Вот, и мне интересно, вы рассматривали, ну или как-то вот сами исследовали про себя вот это состояние потока, какое описывалось там Михаил Чиксент Михай, найти его работу. Конечно, да. У него простая фамилия, она легко на английском запоминает. Это Чиксент Михай. Да, 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 я так и запоминал. Да, да, да. Вот, так что вы можете сказать на этот счет? По большому счету вы выпали из потока, ну пробовали вы в таком контексте рассматривать этот фамилик. Это не совсем так, мне кажется. То есть я до сих пор, ну поток замечательное состояние, когда твоя продуктивность максимальная, я его с удовольствием ловлю до сих пор. То есть мое состояние потока обычно случайно, я люблю работать из кафе, вот, не в офисе, а коллега наоборот любит в офисе, у него там поток. Я приезжаю, где-то сажусь, не открывая мессенджера и там пишу статью или что-то делаю такое. Это одно другому не мешает. Просто смысл в том, что ловя состояние потока, надо не забывать с одной стороны отдыхать и с другой стороны, если с твоим состоянием потока у тебя все равно пропало удовольствие от работы, значит что-то вот здесь, что-то здесь надо править, скорее всего. Состояние потока это просто замечательная штуковина. То есть оно никак друг другу не коррелирует, это, мне кажется, некие параллельные вещи. Это здесь состояние потока, а здесь выгорание. Да, он говорил, как ловить состояние потока, как возвращаться в состояние потока, это хорошая история. Коллеги, стараемся без микрофона не задавать вопросы, потом поднимайте руку, мы вам еще раз принесем микрофон. Да, здравствуй. За доклад спасибо. Вот был слайд, где вы советовали убрать дофаминовые стимуляторы в виде сериалов, кофе, соцсетей, игр. Чем их заменить? То есть, возможно, человек к этому привык, и тут он резко от этого отказывается, как-то нужно превозмогать себя, или чем-то можно заменить? Ну, вот я, когда от чего-то отказываюсь, я стараюсь отказываться от чего-то по очереди. То есть я бы от всего сразу не отказывался, от кофе я могу отказаться, а вот там от всего сразу, от всего спектра удовольствия нет. Это время чем занимать? Тем, чтобы вот этими вещами. Сейчас я, если отмотаю назад. Где-то он тут был, этот слайд. Секунду. Вот, вот этими. Не к тому, что надо заниматься сексом неправильно, да, там, или силовыми упражнениями, но я бы вот этим занимался. Прогулки, упражнения, какие-то встречи с хорошими знакомыми, с теми людьми, чье общение тебе доставляет удовольствие. Вот, и посмотреть потом, что будет с работой. Скорее всего, удовольствие от работы будет возрастать. Спасибо. Спасибо. То есть после конференции надо попить пиво. Вот такой. Месседж короткий такой. Спасибо за доклад. А где микрофон, коллеги? Спасибо за доклад еще раз с большим интересом. Выслушал очень много мыслей. Родилось это, наверное, самое главное. Я прошу прощения, куда смотреть? Я потому что, да, ну все, увидел. Спасибо. У меня два странных вопроса. Вы, как один из ключевых факторов в борьбе с выгоранием, назвали осознанность. Я с этим полностью согласен, но меня всегда вот интересовало, как можно, как человек, у которого не хватает осознанности, который не может разобраться в себе, что с ним происходит, что ему можно посоветовать? Как можно вообще развивать осознанность, если ее в тебе недостаточно? Есть ли какие-то советы на этот счет? Вот, наверное, есть. Опять же, я не специалист. Выход, который я для тебя нашел, это обратиться к специалисту. И это гораздо сильнее. Потому что он рекомендует какие-то книжки иногда почитать. Он что-то тебе такое дает. Он на тебя смотрит со стороны опытным взглядом и говорит, вот, Саша. И он просто таких, как я, уже повидал довольно много. И он понимает, где именно что поправить. Хорошо. Наверное, есть какие-то техники, но вот я, к сожалению, тут не порекомендую. Ясно. Второй вопрос. Профессиональное выгорание. Микрофон поближе, пожалуйста. Вы говорите конкретно о профессиональном выгорании, то есть в аспекте именно работы. Но это только один из аспектов жизни. По идее, точно такие же механизмы должны в других областях жизни работать. То есть также должно проходить выгорание хоть в семейной жизни, хоть в отношении каких-то хобби. Что вы об этом думаете? Вы еще скажите, что в приеме пива. Это же рушит всю картину. Мы еще про секс и наркотики поговорим. Да-да-да. Я думаю, что в этом есть большая доля правды. Единственное, что на работу мы тратим довольно много времени. То есть мы там... Чтобы выгореть, надо все-таки над этим сильно поработать. И тратя по 8 часов в день, 5 дней в неделю мы к этому можем прийти. И в семейной жизни то же самое. То есть если семейная жизнь длится долго, то там тоже мы можем прийти к тому, что потом случается развод. Вот насчет хобби там вопросы, потому что, мне кажется, мы обычно на него столько времени тратим. Хотя люди же бросают свои хобби. И механизм, наверное, тот же самый. Тот же самый дофамин, вот и все остальное прочее. Я думаю, да, это прям претендент на лучший вопрос. Следующий вопрос. Прошу вас. Спасибо за доклад. Реально интересный доклад. Вот в своей книжке Боб Мартин, в книжке «Как стать идеальным программистом», пишет, что нужно 40 часов работать в день на работе, и 20 еще... 40 часов в неделю на работе, и 20 еще дома. Как это согласуется здесь? Здесь не будет выгорания в этом случае? Не сложно сказать. Мне кажется, это сильно зависит от человека и от того, как у него голова-то устроена. Да, потому что вообще количество времени, которое ты проводишь, оно не говорит о том, что ты обязательно должен выгореть. В принципе, сколько, 60 часов в неделю, это же не все время, которое есть. В неделе, по-моему, 144 часа. Ты можешь найти время на все остальное. И на сон, на здоровые прогулки, на общение с друзьями, если этим задаться. А если ты еще и работаешь над интересными тебе проектами, будет вообще отлично. Спасибо большое. Коллеги, у нас осталось время на один вопрос. Все остальное в кулуарах. Прошу вас. Спасибо за доклад. Хотелось спросить, почему вы в своих рекомендациях не дали такой классический совет, как перемены мест? В том смысле, что, ну, если ты выгорел на этой работе, так смени ее. Да, там еще есть много советов, на самом деле. Спасибо за вопрос. Я приведу... У нас есть же время еще, да? Нет, у нас осталось 15 секунд. 15 секунд, замечательно. Да, ну что ж, тогда оставим вопрос без ответа. Не, я шучу. Люди иногда вспоминают свои хобби. То есть, когда на работе слишком сильно задолбался, у нас был случай, человек после тренинга написал, говорит, я вот тренинг прошел, вспомнил, что всю жизнь хотел научиться играть на электрогитаре. Пошел, купил электрогитару, значит, сел, теперь каждый вечер занимаюсь, там, играю для себя. И такая приписочка внизу интересная. И на работе как-то пободрее пошло. И меня тогда это порадовало, но потом я узнал, что это хватило на полгода. То есть, да, вот где-то ты вспомнил свое хобби, ты начал этим заниматься, но через полгода он все равно сменил работу. И работу менять можно, но если причина выгорания в том, как у тебя устроена голова, потому что на следующей работе ты можешь повторить тот же путь, который у тебя был на этой. Ты увлечешься своей работой, ты начнешь терпеть, не озвучивать какие-то свои проблемы начальнику или заказчику, и через три года тебе придется снова менять работу. Проблема не в работе, проблема в том, что ты вот именно так работаешь. Поэтому смена контекста именно в смысле смены работы на мозге это краткосрочный рецепт, нежели долгосрочный. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо большое. Аплодисменты.